Что такое Вселенная? Какие тайны она хранит? Как много же человека она манит своей безграничной красотой? Вселенная сочетает в себе волшебство, она позволяет нам прикоснуться к прошлому. Чем дальше от наших глаз расположен предмет, тем назад в прошлое мы попадаем. Но как реагирует на все это наш мозг? Он понимает, что все вещи, на которых сосредоточено зрение, реально существуют. А временные огромнейшие задержки на расстоянии провоцируют скорость света, которая равна 300 тысячам километров в секунду. Давайте на минутку смоделируем ситуацию. У вас происходит разговор с другом, который стоит всего в метре от вас. Лицо друга преломляет лучи солнца, которые доходят до ваших глаз за 3,336 нс. Иными словами, постоянно человек видит окружающую среду как бы в прошлом, так как мы не можем видеть мир таким, какой он есть именно сейчас. Мы его видим в состоянии, в котором он был доли секунды назад. И от того, насколько дальше расположена вещь, зависит, насколько назад в прошлое мы смотрим. Луна расположена от Земли на расстоянии приблизительно 384 тысяч километров. Для того, чтобы свет отразился от поверхности спутника и добрался до Земли, нужно всего лишь 1,28 секунды. И если на Луне будут происходить световые вспышки, взрывы и иные крупные изменения, для человеческих глаз они будут доступны только через 1,28 секунды. Любые попытки связаться с людьми на Луне вызовут определенную сложность, так как диалог будет вестись секундными задержками. А что же будет происходить с более крупными предметами? Давайте рассмотрим пример Солнца. Небесное светило находится от нас на расстоянии скорости света, равной 8 минутам 20 секундам. Иными словами, все, что происходит на Солнце, мы наблюдаем с 8-минутной задержкой. И заметьте, всегда. Марс от Земли в среднем расположен на расстоянии 14 световых минут. Следовательно, все прямые трансляции оттуда живыми не будут, так как все происходит в прошлом. Ученые называют этот феномен «время ужаса», так как только через 14 минут можно реально узнать обстановку на планете, в том числе и о посадке марсоходов. Заинтересовались? И это еще далеко не все. Если рассматривать Плутон, все еще намного сложнее. В 2015 году аппарат НАСА «Новые горизонты» достиг этой планеты, которая от Земли расположена на расстоянии 4,6 световых часов. Иными словами, для наших глаз и ушей вся информация, трансляции и переговоры проходили с временной задержкой в 4,6 часов. Копнем дальше. Самая близкая звезда к Земле — это Проксима Центавра, до которой расстояние в 4,2 световых года. Вы только всмотритесь в эту цифру. Ведь, по сути, на звезде еще не в курсе об изобретении новых гаджетов или о выходе нового эпизода «Звездных войн». И это, с одной стороны, интересно, а с другой вызывает страх. И это еще не так удивительно, насколько нас Вселенная может отбросить в прошлое на примере Туманности Орла или Млечного Пути. До Туманности Орла расстояние 7 тысяч световых лет. Ученые считают, что там произошел сильный взрыв, который уничтожил столпы. Но с помощью мощнейших телескопов еще можно их сфотографировать. До Млечного Пути 25 тысяч световых лет. И вы только представьте, что все снимки, которые есть, соответствуют как минимум эре переселения. Андромеду можно вообще не упоминать, так как она расположена на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от Земли. Наверное, существуют инопланетные расы, которые через свои телескопы наблюдают за Землей и видят динозавров. И вот здесь возникает интересная теория. Если на минуточку предположить, что где-то там в глубине Вселенной есть форма жизни и зерно разума, то даже имея самые мощные телескопы и оборудование, мы сможем узнать только то, что произошло. А может где-то есть расы, которая уже в несколько раз превышает человеческое развитие? Субтитры создавал DimaTorzok